Реализация жилищных прав граждан, поддержка малого предпринимательства и благоустройства сельских поселений. Более 40 вопросов рассмотрели главы муниципальных образований в рамках семинара. Он стартовал сегодня в Наринмаре. Для муниципалов подготовлена обширная программа учебно-консультационных мероприятий, участие в которых принимают представители власти, прокуратуры и других ведомств. План работы сформирован по заявкам руководителей муниципалитетов. Вопросов у глав муниципальных образований к представителям власти накопилось много. На встрече с представителями прокуратуры руководители сельских поселений говорят о наболевшей проблеме – бесхозных домах на территории поселений. Десятки брошенных домов – это реальная угроза для сельских жителей. Практически во всех деревнях наших, особенно в малых, куча домов брошенных, они не являются бесхозяйными, потому что у них есть собственники, где-то наследники собственников. И на вопрос главы, ну что он говорит, нет, я планирую летом сюда приехать на неделю. Если он еще более-менее живой. А кто-то, не вкладывая туда, ну в старый дом, он там через три года начнет падать, реально создает угрозу, в том числе и пожарной безопасности, да, потому что это все старые дома, они, как правило, высохшие. Вокруг них куча травы сухостоя, особенно по весне вот это видно. Поэтому очень серьезный вопрос в этой части, каким образом можно воздействовать на собственников этого жилья. Прокуратура округа пообещала дать ответ на этот вопрос и посодействовать в решении проблемы. Еще один актуальный вопрос касался исполнения судебных решений в отношении муниципалитетов. Вопрос, который осмотрели в этот раз, он достаточно актуален в том отношении, что у нас есть несколько исков к муниципальным образованиям по вопросу так называемой чистой воды, который есть и судебные решения у муниципальных образований о том, что они обязаны их исполнить. Нужно очень хорошо понимать, что это достаточно затратная вещь и она требует определенного времени. Прокуратурой округа устанавливаются конкретные сроки устранения проблемы. Но, по словам глав, этого времени по объективным обстоятельствам недостаточно. Практика показывает, что разом это не решить, да и в течение года не решить. В той же воде, например, есть технологический цикл, начиная от включения в программы или в какие-то другие наши акты правовые, которые позволят финансировать эту деятельность. Потом 44-й, потом сам технологический цикл по поиску этой воды, потом надо защищать запасы, потом ставить на учет. Много всяких мероприятий. И поэтому иногда те сроки, которые устанавливаются, не всегда, к сожалению, реальны для исполнения. Представители прокуратуры обсудили пути решения проблемы. Говорили о том, какие меры и действия нужно принять, чтобы исполнить закон в положенные сроки. Развитие предпринимательства на селе тоже бурно обсуждали на встрече с представителями комитета инвестиций. По словам председателя комитета, в округе на сегодняшний день созданы благоприятные условия для бизнеса. Главное, чтобы и главы активизировались. То есть на сегодняшний день нам нужна реальная поддержка и работа глав на местах. Вот по этому году я постоянно ставлю пример. У нас Канинский сельсовет отработал отлично. То есть глава постоянно держит руку на пульсе в свете всех налоговых изменений, всех изменений, то, что у нас микрофинансовая организация заработала. Мы плотно с этим главой постоянно, она выходила к нам на связь. Вот у меня такой молодой человек хочет тем-то заняться, другой молодой человек хочет тем-то. За полгода мы зарегистрировали в Канинском сельсовете, а сейчас еще в стадии регистрации, семь предпринимателей. Хотелось бы, чтобы другие главы сельских поселений тоже активизировались в этом направлении. Потому что даже если мы будем ездить постоянно туда в командировку, но это не будет того эффекта без именно содействия глав. Потому что кто как не главы, знают своих жителей и их потенциал. Потенциал жителей руководители сельских поселений действительно знают и сами нередко становятся клиентами предпринимателей. Один из таких примеров – глава телевисочного сельсовета Александр Чурсанов. «Веселый молочник» – это проект у нас Григорьевых Александр организовал. Вообще цель проекта – это направленное сельское хозяйство, в данном случае это молоко. То есть он участвовал в разыгрывании грантов, который осуществлялся комитетом по инвестициям округа. Грант он выиграл, закупил двух коров. К слову сказать, что молоко у него не остается, его разбирают, пользуются спросом. Я сам беру это молоко, и дети у меня его пьют. Всего за этот год работы в Заполярном районе предпринимателями стали 31 человек. И это, по словам руководителей муниципалитетов, только начало. Сегодняшний день – лишь старт трехдневного семинара для глав муниципалитетов. Продолжение деловой программы станет Высший совет при губернаторе Ненецкого округа, где главы образований примут участие в заслушивании доклада Игоря Кошина об итогах уходящего года. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукеевич, телеканал «Север».